всем привет вы на канале форума свободной россии в этот раз с вами не дмитрий семёнов он находится в отпуске в отъезде а я даниил константинов и еще некоторое время несколько дней с вами пробуду но а традиционно у нас по понедельникам как вы знаете всегда журналист публицист социолог игорь никовенко и сегодня он тоже с нами игорь александр здравствуйте здравствуйте прогнило что-то в датском королевстве помните эту цитату в тех или иных ее вариациях я говорю о том что происходит на западе в разных странах а новости интересные в америке в соединенных штатах америки явно что-то происходит не то в рамках предвыборной избирательной кампании или наоборот то это мы с вами обсудим во франции побеждает марин ли пен с ее национальным объединением ну а венгрия взяла председательство в совете ес как прокомментируете эти события правый поворот причем такой достаточно ультра правой и в общем но я бы сказал достаточно глобальной но имеется ввиду западный мир потому что мы сейчас только его рассматриваем все-таки мир намного больше и и там происходят разные вещи вот там но например в иране наименее наименее радикальный кандидат побеждает пока по крайней мере пока так что тут как бы говорить в целом о планете сложно если брать именно вот западный мир евроатлантическую цивилизацию то в ней происходит именно вот этот довольно сильный довольно резкий и ярко выраженный правый поворот но связано это более менее понятно с чем понятно что сразу после после того как советский союз ушел с мировой арены это возник возникла такой такой период расслабленности на западе так называемый настроение фукуямовщины когда считалось что все главный противник ушел вот этот период расслабленности в результате чего и начались началось погружение во внутренние проблемы то есть запад не с ней перестал быть таким сплоченным потому что вот этого большого-большого врага большой империи зла не стало и в общем то не отреагировал запад на то что ну в должной степени не отреагировал на то что вместо вот этого большой большой империи зла появилась империя в 2 примерно раза меньше это еще и без таких вот союзников без того что называлась тогда мировой системы социализма, и в результате Запад не отреагировал соответствующим образом на это, и вот эти внутренние проблемы, которые начались нарастать постепенно, это связано, безусловно, с объективными обстоятельствами. Это реакция на то, что называется создание постиндустриального общества, создание постиндустриального общества, на него там огромное количество людей оказалось выброшено за пределы привычной зоны комфорта, что мы, собственно говоря, наблюдаем в результате вот этого ущемления, ощущения того, что люди, которые традиционно были уважаемы, люди, которые традиционно были успешны, это прежде всего люди, которые были связаны с индустриальным обществом, которые работали на заводах, которые были становым хребтом западного общества, они сейчас оказываются в достаточно ущемленном, как они считают, положении. То есть, когда, условно говоря, один айфон стоит намного больше нескольких тонн сельскохозяйственной продукции, естественно, традиционные люди, сторонники, не сторонники, а участники индустриального общества, они, в общем-то, чувствуют себя ущемленными. Но, в конечном итоге, здесь, если говорить о Соединенных Штатах Америки, то мы видим, что есть глубочайший раскол, глубочайший раскол и между определенными социальными слоями населения и между штатами. То есть, кто бы не победил, в любом случае, раскол очень серьезный. Что касается Европы, то здесь реакция, прежде всего, на миграционный кризис, основной вызов и, в общем, реакция европейского общества. Мы видим, это победа ультраправых во Франции, это сколачивание вот этого ультраправого блока во главе с Венгрией. И вот еще к тому же, вот это вот председательство в Европейском Союзе создает, безусловно, серьезные проблемы, потому что, несмотря на то, что это, казалось бы, формально, ну что такое председатель? Он ведет заседание, но он определяет повестку дня, и мы видим, что такое председательство. На примере Майка Джонсона, который на полгода фактически смог, будучи просто-напросто председателем, спикером Палаты представителей, смог на полгода задержать помощь Украине. Поэтому председательство Венгрии – это не чисто формальная, не чисто формальная, чисто процедурная вещь. Это может создать очень серьезные проблемы, учитывая, так сказать, воинственную евроскептическую позицию Виктора Орбана и его национализм, его крайне негативное отношение к помощи Украине, это, безусловно, создаст серьезные проблемы. Так что, то, что происходит на Западе – это, в общем, достаточно серьезный исторический вызов. Причем, учитывая то, что это происходит и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в целом в Европе. Так что, в общем-то, ближайшие… ну и, конечно, нас с вами не может не интересовать самый главный вопрос. В конце концов, внутренние проблемы Америки. Америка неоднократно испытывала вот такие вот проблемы и проблемы, так сказать, кризиса и экономического, и социального, и кризиса политического. Так что Америка справится. А вот что касается главного процесса, который сейчас происходит на планете, главный процесс – это война в Украине. Вот здесь есть большие вопросы. Потому что, на самом деле, до конца года, скорее всего, все-таки западная помощь будет поступать в таких объемах, которые не позволят Путину одержать победу. Ну, а дальше возникает такая вот зона неопределенности, которая действительно требует какого-то адекватного рассмотрения и адекватного размышления, что с этим делать. Так что, в общем, времена действительно довольно смутные. Так что, здесь можно говорить, что этот правый поворот, он ничего хорошего не сулит западному миру. Вы сказали, что это серьезный вызов, но складывается впечатление, что старые элиты и европейские, и американские не очень хорошо справляются с этим вызовом. Ну, вот возьмем, к примеру, Соединенные Штаты Америки. Ясно было, по крайней мере, мне ясно было очень давно, что вряд ли стоит выдвигать от демократов на постпрезидента человека, находящегося в таком состоянии. Тем не менее, его выдвинули, его пытаются продвинуть дальше. Он выступал на дебатах, продемонстрировав, ну, в общем-то, свою беспомощность, скажем так. А теперь вот стало известно из американской прессы, что семья Байдена, вот прямо так и сказали, семья Байдена уговорила его продолжать принимать части при вырубленной гонке вопреки здравому смыслу, в общем-то. И больше того, знаете, вот этот термин «семья Байдена», он навеял на меня какие-то нехорошие воспоминания. Я сразу вспомнил почему-то семью Ельцина, такого позднего разлива, значит, с теми решениями, соответственно, которые они принимали тогда. И учитывая состояние обоих людей, некоторое сходство бросается во глаза. Ну, насчет сходства, да, действительно, сходство это действительно сразу обращает на себя внимание. Ну, разница, конечно, есть, довольно существенная. Все-таки под семьей Ельцина подразумевалась не только его дочь, но и, так сказать, какой-то круг приближенных манипуляторов, которые прилипли к Борису Николаевичу позднего периода и превратили его в марионетку. Что касается Байдена, то я думаю, здесь все-таки дело обстоит несколько иначе, но самое главное здесь другое. Главное это то, что действительно, мне кажется, главная проблема заключается в том, что вот я тоже, мы все сейчас оказались очень сильно погружены в американскую внутреннюю политику, может быть, даже не будучи, я себя не считаю специалистом по американской политике, но тем не менее, ну, поскольку она имеет такое значение, то мы оказались здесь втянуты и вольно или невольно становится, наблюдаем очень пристально. Так вот, главная проблема, которая, как мне кажется, здесь существует, это то, что американский политический класс, если можно так сказать, он оказался, он решает свои сугубо внутренние проблемы. То есть, практически никто не думает о тех последствиях вот этих политических решений, которые сейчас принимаются и о том значении того процесса, который внутри Америки происходит для судеб всего мира, потому что, ну, совершенно очевидно, ну, всем понятно, что Байден проигрывает, проигрывает эту избирательную кампанию, это более-менее очевидно. И, несмотря на это, и ведут, ладно, семья, в конце концов, ну, понятно, там, прежде всего речь идет о супруге Байдена, ну, в конце концов, это частное дело одной женщины, которая приняла решение поддержать избирательную кампанию своего мужа, явно проигранную. Но и тот же самый Байден, в конце концов, ну, тоже. Байден 60 лет в большой политике, первый раз он избирался 60 лет назад, и, в общем-то, понятно, что у него уже инстинкт власти настолько силен, что он отказаться не может. Но руководители демократической партии, видные демократы, губернаторы демократы, люди, которые действительно, ну, казалось бы, должны чувствовать свою ответственность за то, что сейчас делается. Нет, они решили поддержать Байдена. А почему? А причина очень простая, потому что, значит, верность, вот восприятие такое, что прежде всего это верность партии, партийная дисциплина. Расчет на то, что если сейчас они поддержат Байдена, даже если Байден проиграет, то все равно, так сказать, они будут иметь какие-то устойчивые позиции внутри республиканской партии. То есть, вот эта вот партийная дисциплина и приоритет интересов партии над интересами страны. Вот это вот совершенно очевидная вещь, которая, мне кажется, показывает глубочайший кризис американской политической системы. Я бы сказал, что это вообще тотальный кризис, глобальный кризис институтов. Потому что мы видим, ну, я не знаю, думаю, что уже стало банальностью заявлять о том, что глубочайший кризис такой главной организации, служащей мировой системой безопасности, как Организация Объединенных Наций, она просто не выполняет свои функции, вообще, вообще никак не выполняет. И это с одной стороны. С другой стороны, мы видим серьезнейший глубокий кризис американской политической системы, когда узкие внутрипартийные интересы, ну, понятно, что с Байденом демократы проигрывают. Но, опять-таки, внутренний расклад, партийная дисциплина, клановые интересы заставляют держаться за вот этого абсолютно проигрышного кандидата, нынешнего президента. С другой стороны, республиканцы. Значительная часть республиканцев прекрасно понимает, что такое Трамп. Прекрасно понимает, что такое Трамп. Но, опять-таки, внутренние интересы, внутренние карьерные интересы политиков заставляют поддерживать Трампа. Хотя, в общем, понятно, что... Ну, та же самая Ники Хейли. Она прекрасно понимает, кто такой Трамп. Тем не менее, будучи республиканкой, она приняла решение поддержать Трампа. Зная прекрасно, что такое Трамп, и в ходе избирательной кампании она отчетливо показала, что не хуже всех остальных нормальных людей понимает, что Трамп это большая-большая беда. Это серьезная угроза вообще всей евроатлантической цивилизации. Тем не менее, поддерживает. Почему? Ну, потому что вот республиканская партия, потому что пойти против своей партии, это означает получить клеймо предателей и так далее. То есть, явно кризис институциональный. То же самое Европа. Евросоюз. Значит, вот есть институт. Европейский союз. Значит, в силу определенных правил, определенных инструкций, значит, внутреннего распорядка этой громадной организации председательства в Евросоюзе на полгода, начиная с сегодняшнего дня, должен, фактически, должно перейти в руки Орбана, в руки откровенного врага Европейского Союза. Человека, который откровенно торпедирует многие решения Европейского Союза, который судится с Европейским Союзом. То есть, откровенный враг Европейского Союза становится председателем в Совете ЕС. Ну, это нонсенс, это абсурд. Это связано с тем, что, я бы сказал, что происходит такое своеобразное, так сказать, регламентный фетишизм. То есть, что? Это же не какой-то закон, это же не какие-то скрижали, которые начертаны на небе Богом и которые нельзя отменить. Совершенно очевидно, что собравшись члены Европейского Союза, страны, которые в него входят и которые не хотят его разрушить, они вполне могли бы найти способ избежать этого председательства. Извините, оговорился. Ну, председательство в данном случае это тоже очень важный институт, но нет, это оказывается невозможно сделать. Ну, то есть, это действительно кризис. Ну, в частности, то же самое право вето, которое существует в Европейском Союзе и благодаря чему одна страна может шантажировать всю Европу, по сути дела. Это тоже кризис институциональный. Поэтому мы видим, что речь идет о глобальном кризисе, институциональном кризисе, который охватывает западный мир и мир евроатлантической цивилизации. Это не первый кризис. Мы это наблюдали неоднократно на протяжении последних веков. Но от этого, конечно, не легче. Потому что этот кризис приходится как раз на тот период, когда с Востока вновь возникла чудовищная угроза всему миру в виде путинского фашистского рейха. И путинский фашистский рейх, в отличие от Запада, не связан вообще никакими ограничениями. И поэтому прекрасно пользуется вот этими проблемами. И, в общем, на сегодняшний момент мы не видим какого-то отчетливого и внятного плана со стороны западного мира, каким образом справиться с этой угрозой. Даже никто фактически не выдвигает на Западе, нет ни одного политика, ни одного политического лидера, который выдвигает адекватную угрозе цель в этой войне. А единственная адекватная угроза цель в этой войне со стороны Запада может быть только уничтожение путинского фашистского рейха. Но так же, как это было сделано в прошлом веке, когда такой целью стало уничтожение гитлеровского рейха. Эта цель была поставлена, под эту цель были собраны ресурсы и гитлеровский рейх был уничтожен. В этом случае, в нашем случае, ничего похожего нет. Даже никто фактически не ставит такой задачи. Говорят, что надо не дать проиграть Украине, надо помочь Украине. Мы будем с Украины до конца. До чего конца? До чьего конца? То есть, задача уничтожения путинского режима, который будет продолжать угрожать Украине и всему миру до тех пор, пока он не будет уничтожен. Эта задача даже не ставится. Даже не звучит это на уровне риторики. Ни у кого, ни у одного политика. В этом, как мне кажется, большая проблема. Меня еще удивляет один момент. Ну, может быть, это связано с моими личными взглядами. Но я совершенно не понимаю западных политиков центристского и правоцентристского толка, которые знают, что в их обществах растет запрос на ограничение иммиграции. Знают, что на фоне этого запроса растет популярность ультраправых. Ничего с этим не делают. Они не пытаются взять вот этот пункт, другого говоря, повестки и использовать его самим, решив этот вопрос в той или иной степени, насколько это возможно, для того, чтобы предотвратить приход к власти более радикальных сил. Если обращаться к примерам историческим, то можно вспомнить, что ведь элементы социального государства, многие в Европе, были имплементированы в ответ на коммунистическую угрозу, просто откровенно. Тогда почему не взять один из элементов повестки тех и тех же самых ультраправых, не попытаться решить этот вопрос, не допустив прихода этих сил к власти? Ну, понимаете, здесь опять-таки проблема заключается в том, что внутренние коалиционные какие-то проблемы, которые на самом деле Европа все-таки в большинстве случаев это не какая-то монопартийная структура, это всегда коалиция. То есть, мы не можем назвать там та же самая, но вот сейчас-то, единственное, сейчас может быть, есть какие-то шансы у партии Липен стать, так сказать, правящей партией. И то вряд ли, и то вряд ли, маловероятно. То есть, в любом случае коалиция. Ну и возьмите Германию, например. Вы понимаете, коалиция в значительной степени, ну такая, я бы сказал, противоестественная. Потому что зеленые это одно, значит, партия Шольца это совершенно другое. То есть, на самом деле, здесь масса таких вот сделок и компромиссов. Поэтому нет фактически вот таких вот правительств, которые бы могли проводить последовательную политику, исходя из интересов даже этой партии. То есть, коалиция это проблема, всегда проблема. Возьмите тот же Израиль. Ну, не Европа тоже, но в то же время это часть евроатлантического мира. И там зачастую противоестественные коалиции, людей, которые занимают противоположные позиции по отношению к целому ряду вопросов, заставляют идти на компромиссы и мешают проводить последовательную политику. Если говорить о той проблеме, о которой вы говорите, то, понимаете, здесь, так сказать, мешают в том числе и сам факт существа ограничения, которые накладывают на политику отдельных стран, общая политика Европейского Союза, все-таки, вы знаете, ну вот, по крайней мере, именно в вопросе миграции все-таки есть общая политика Европейского Союза, которая принимается сначала, так сказать, голосованиями и резолюциями Европарламента, потом это все, так сказать, на уровне, значит, Еврокомиссии рассматривается, и в конечном итоге отношение к миграции, оно выходит за пределы национальной политики отдельных государств. И здесь немножко сложнее, понимаете, опять-таки, тут можно говорить о проблеме самого Европейского Союза. С моей точки зрения, Европейский Союз это величайшее достижение в истории человечества, потому что если мы сейчас вот в этой рутине находимся, мы как-то привыкли к тому, что ну вот есть Европейский Союз, то есть это два с лишним десятка государств, которые объединились и договорились, что у них не будет границ между собой, что они создают единое пространство экономическое и в значительной степени политическое, что они согласовывают, они отказываются от части своего суверенитета для того, чтобы жить вместе, то есть как единая Европа, как единое целое. Ну, с моей точки зрения, вот если просто взять и посмотреть на эту картину именно с исторической точки зрения, то это величайшее, небывалое совершенно достижение в истории человечества, это чудо, которое возникло на наших глазах. В какой-то степени это реализация мечты Канта о вечном мире. Вот, но в то же время это такой широкий шаг, инновационный, знаете, вот эта вот детская поговорка, широко шагаешь, штаны порвешь. Это такой широкий шаг в инновационный, в развитии политическом и, я бы сказал, цивилизационном развитии человечества, что действительно возникают, возникли вот эти вот трещины, возникли издержки. Издержки, прежде всего, какого рода, что в процессе реализации этой величайшего достижения возникла такая короста, как евробюрократия. Чудовищная совершенно проблема. Я не знаю, ну, наверняка вы, наверняка, не меньше меня сталкивались с тем, что такое евробюрократия. Это совершенно жуткая вещь, потому что особенность евробюрократии заключается в том, что это люди, которые совершенно ни за что не отвечают. То есть, если национальный правитель, ну, правда, они ни за что не отвечают. Если вот всякий, кто сталкивался с таким типичным евробюрократом, чиновником, который, значит, ну, родом, например, там, ну, к примеру, из Дании, да, вот он выполняет какие-то функции в структурах Евросоюза. И потом, после определенного времени, которое он проводит в Евросоюзе, он опять исчезает из евробюрократической структуры и уходит опять к себе в Данию. Какая ответственность у него за то, что он делал, находясь в роли человека, решающего очень многие вопросы в рамках Большой Европы. Никакой. То есть, если национальные, если политики национальные, политики в национальных государствах, они отвечают перед своими избирателями. Вот он никуда, вот Макрон, он никуда не денется. Он, так сказать, он французский политик. И он будет отвечать перед своими избирателями. Что-то не так сделал, или, по крайней мере, избирателям не понравилось, они его, соответственно, чем образом накажут, вот прямо сейчас, прямо вот сейчас, всю секунду, они его наказывают на выборах. А евробюрократ ни за что не отвечает. Он, значит, может делать любые глупости, затягивать важнейшие процессы, принимать какие-то абсурдные решения, и после этого обратно ныряет в свою страну, и там продолжает прекрасно расти по карьерной политической лестнице. Никаким образом. Это люди, которых никто не избирает. Ну, если брать именно бюрократов, не парламентариев. Поэтому вот с этой проблемой человечество столкнулось. Хотя, еще раз подчеркиваю, что все-таки Европейский Союз в целом, как единая Европа, это величайшее достижение. То есть, это издержки роста. В какой-то степени можно говорить о том, что все, что происходит на Западе сейчас, это издержки роста. И постиндустриальная революция, которая сейчас так тяжело аукается. И создание вот этой вот единой Европы, вековечной мечты вот, так сказать, каких-то мыслителей, которые думали о том, как обойтись без войн. Вот это все, на самом деле, это издержки роста. Человечество не справляется. Не справляется с собственным ростом. Это, ну, традиционная вещь, к сожалению, это издержка прогресса. Но, может быть, именно вот эта коалиционность в странах, в национальных государствах, коалиционность правительств, и именно эта сложноустроенность политической жизни и в самих странах Европы, и на уровне Евросоюза, и делают не таким уж страшным приход тех же самых ультраправых, грубо говоря, перемелется. Ну, вы знаете, это был, я тоже слышу, слышу такие голоса, например, в Европе говорят о том, что, ну, мы и многое переживали, и Орбана переживем, ничего страшного. Но, с другой стороны, понимаете, оно, конечно, перемелется, но кто будет объектом этого перемеливания? Понимаете, вот мы, да, безусловно, все пройдет, пройдет и это, как было написано на кольце Соломона. Но, понимаете, проблема заключается в том, что война идет. И проблема заключается в том, что вот Орбан на сегодняшний момент, что конкретно? Вот берем конкретно Орбана, или с другой стороны Трампа, с третьей стороны Липен. И что это означает? Это означает, что Орбан будет тормозить, ну, очевидно же совершенно, что за период его председательства ни одна вот эта вот комиссия, там 34 комиссии должны рассматривать вопросы о вступлении Украины в Европейский Союз. Но очевидно, что используя свои полномочия председательства, Орбан не позволит ни на шаг продвинуться Украине во вступление в ЕС, а это же для нее жизненно необходимо. Вот вам конкретно жертвы этого перемеливания. Или, например, предоставление помощи Украине. То же самое Орбан, находясь не в председательствующей позиции, блокирует эту помощь. А здесь у него появляются дополнительные рычаги. Как председатель может заволокитить любой вопрос, мы видим на примере Майка Джонсона. Вот прекрасно, на полгода Украина оказалась без помощи. И какое количество крови стоило украинцам, какое количество убитых украинцев и какое количество потерянных территорий, в том числе, стоило вот это затягивание. Понимаете? То же самое Трамп. Ну, казалось бы, да. Мы прекрасно понимаем, что Трамп, у него это последняя каденция, последнее его президентство, четыре года. Америка выдержит. Америка, безусловно, выдержит. А вот что будет происходить здесь, на входе этой войны, если Трамп, это же непредсказуемое существо. Он заявляет о том, что он за три дня остановит войну. Остановит войну каким образом? Он предложит что-то, причем неизвестно что, он предложит одновременно Украине и России. Если Путин не согласится, то он завалит Украину оружием, а если Украина не согласится, то он лишит Украине помощи. Ну, как вы думаете, учитывая ту известную, извиняюсь за выражение, химию, которая между Трампом и Путиным, ясно, что они договорятся. И в то же время очевидная, откровенная антипатия к Зеленскому станет, безусловно, может послужить тому, что вот Украина будет лишена американской помощи. То есть, есть угроза лишения американской помощи. Я пока не говорю о том, что это очень вероятно. Потому что мы понимаем, что есть Конгресс, есть американское гражданское общество, которое в целом поддерживает Украину. Но это одно, а другое дело конкретные рычаги власти, которые находятся в руках с одной стороны Трампа, с другой стороны в руках Орбана, с третьей стороны в руках Лепен, который уже заявил. Но она, правда, сказала, что когда они придут к власти, сформируют свое правительство, ни один французский солдат не окажется на территории Украины. Но это понятно. В общем, маловероятно, что и при Макроне бы они оказались. Но, тем не менее, это позиция. То есть, на самом деле, вот издержкой здесь будут как раз жизни украинцев и в значительной степени ситуация на поле боя. Потому что сейчас вот эта вот политика наползания, политика истощения, политика постоянного ползучего наступления, она, в общем, приводит к определенным результатам. Путин затягивает войну, а в условиях отсутствия или сокращения западной помощи, это действительно может привести рано или поздно, опять-таки, мы берем худший вариант, крайний вариант. Это может привести просто к тому, что в Украине просто закончатся ресурсы. И это будут катастрофы. И эта катастрофа будет в том числе и для евроатлантической цивилизации. Потому что Путин, который сможет победить, вот это фантастический вариант, который для меня просто не существует. Но если его представить, мысленный эксперимент, Путин, который сможет победить, победивший Путин, это стократно увеличившаяся угроза для евроатлантической цивилизации. С другой стороны, вам не кажется, что те самые психические характеристики Трампа, которые так раздражают многих, его вспыльчивость, импульсивность, самолюбие, себелюбие, конфликтность и тому подобное, такая некая показная альфа-самцовость. Вот как раз эти-то психические характеристики не дадут ему, грубо говоря, уступить Путину в большой глобальной игре, что они-то и могут парадоксальным образом привести к тому, что будут приняты более резкие какие-то решения в отношении Путина и путинской России. Вы знаете, я неоднократно сталкивался с такой точки зрения, и я думаю, что здесь картинка будет немножко другая. Мы помним, скажите, пожалуйста, вот помните, чем закончились знаменитые встречи Путин, Трампа с Ким Чен Ином. Вот когда, одно дело, когда Трамп сталкивается с, значит, с европейскими политиками, он чувствует свою брутальность, он чувствует свою силу, он давит, он, так сказать, расталкивает локтями их, он их унижает. Значит, когда он сталкивается со своими политиками внутри Соединенных Штатов Америки, он тоже уверен, он воспринимает их как лузеров, он их подавляет, ломает и так далее. Все это мы это видим. Он брутален, он силен и так далее. Но когда он сталкивается с диктаторами, типа Ким Чен Ина и Путина, то мы видим совершенно другого Трампа. Вот во время встречи с Путиным, он заглядывал ему в глаза, он смотрел ему в рот. Точно так же во время встречи с Ким Чен Ином, он тоже, ну, встретился он с ним, значит, обещал, что все, потом все осталось так, как было. И после этого Трамп говорил, что отличный парень, хорошо с ним можно иметь дело. Что в результате? В результате по-прежнему, значит, северокорейский диктатор продолжает угрожать своими ржавыми ракетами всему миру, и Путин по-прежнему продолжает угрожать всему миру с другой стороны. То есть, на самом деле, Трамп пасует перед вот подобного рода персоналями. Опять-таки, более того, ну, я не знаю, уместно ли повторять, так сказать, вот эти разговоры о некой химии, которая существует между Трампом и Путиным. Для Путина это здесь все понятно. Путин мало чего умеет в своей жизни, но что он умеет, это вербовка. Его профессиональные навыки вербовщика, которые оттачивались годами, проведенные в Дрезденском доме культуры, и до этого в Питере, когда он, значит, гнобил диссидентов в составе пятого управления КГБ, все-таки вербовкой он владеет. И поэтому для него, так сказать, химия – это просто инструмент вербовки. А для Трампа, так сказать, да, он, так сказать, человек такой экзальтированный. Он действительно подпадает под это, вот, значит, как он, видимо, видит обаяние силы. То есть и в Путине, и в Ким Чен-Ине он видит настоящих тоже альфа-самцов. И в данном случае он воспринимает свое, свои взаимоотношения с этими людьми, с этими политиками совсем не так, как с западными, значит, либералами, демократами, которых он вообще за людей не считает. Так что я думаю, что здесь будет ситуация совершенно другая. И он неоднократно говорит, что он готов поладить с Путиным. Поладить с Путиным. Он хоть раз говорил о том, что он готов поладить с Зеленским? Нет. Его это не интересует. Он хоть раз говорил о том, что он готов поладить с кем-то из, там, я не знаю, западных политиков? Нет. Его это не интересует. А вот поладить с Путиным для него это очень важно, потому что он воспринимает Путина как, я бы сказал, большего альфа-самца, чем сам Трамп. Для него Путин в какой-то степени является, может быть, даже образцом для подражания. Крутой парень, мачо, который, смотрите, весь мир на уши поставил. Вот Трампу такие нравятся. С другой стороны, мы же помним уничтожение колонны Вагнера, санкционированное Трампом. Мы помним убийство Сулеймани. Мы помним обстрел российского аэродрома, пусть даже пустого, с предупреждением заранее, но тем не менее это было. И мы помним, что при Трампе Путин вроде бы ни на кого не нападал. Ну да, это расхожий аргумент трампистов. Я понимаю, что не к вам это обращено, но тем не менее это много, знаете, значит, так сказать, связь между... То, что при... Ну, немножко... Вот вы свои фразы сейчас напомнили. Никогда так плохо не жили россияне, как при Обаме, да? Или там как при... То есть связь между тем, что происходит... Это все-таки процессы, так сказать, дозревания Путина до того, что он напал на Украину, они в большей степени связаны не с тем, кто в Белом доме начальник. Они связаны с внутренними процессами, которые происходят в самом фашистском рейхе, кристаллизация вот этого фашистского рейха, рейха с одной стороны, а с другой стороны, они связаны с тем, что происходит между Россией и Украиной. Когда вы говорите о том, что Путин... О каком периоде нападения Путина? Это период Крым-наша, и это было связано совершенно очевидно не с тем, кто в Белом доме, это было связано с тем, что в этот момент Украина оказалась не защищена. То есть это процесс... То есть причинно-следственная связь между тем, кто президент в Соединенных Штатах Америки и нападением Путина на Крым, никаким образом, никакая причинно-следственная связь между, значит, руководством, нахождением в Белом доме того или иного человека и нападением Путина на Крым нет. Здесь связь только между тем процессом, который шел в Украине и использованием этой возможности Путина. То есть вот такая вот цепочка, никак не нахождение того или иного политика в Белом доме в Соединенных Штатах Америки. Точно так же и решение 24 февраля 2022 года. Это было связано, безусловно, с теми процессами кристаллизации вот этого путинского рейха и, с другой стороны, с ситуацией, которая вкладывалась в Украине, когда было просто откровенно сказано, что, значит, вот эта ползучая война, которая была на Донбассе тогда, она, в общем, действительно начала провоцировать Украину на то, чтобы, значит, интенсивно добиваться вступления в НАТО и так далее. И вот эта угроза заставила Путина, ну, не скажу заставила, она спровоцировала Путина на то, чтобы начать ширкомасштабную войну. И вне зависимости от того, кто бы там был, Трамп, не Трамп, это не имеет никакого значения. Так что, что касается там каких-то отдельных действий Трампа, да, убийства, ну, слушайте, давайте тогда скажем о том, что самый брутальный, кто был самый брутальный президент в Соединенных Штатах Америки за последние десятилетия, да, вы не поверите. Но если следовать такой же логике, как вы сейчас продемонстрировали, я понимаю, что вы в какой-то степени здесь, значит, выступаете, как положено любому журналисту, как адвокат дьявола. Я понимаю, это я тоже очень люблю делать. Но следуя этой логике, самым брутальным, самым решительным президентством Соединенных Штатов Америки был Обама, при котором был уничтожен Усамы бен Ладен, да, то есть, значит, самое-самое большое, так сказать, решительное действие – это уничтожение Усамы бен Ладена. Это было при Обаме. Можно ли на этом основании говорить о том, что Обама был самым решительным, самым брутальным президентом Соединенных Штатов Америки? Конечно, нет. Конечно, это неправильная логика. Ну, уничтожение Сулеймани – это, да, это было при Трампе. А уничтожение Усамы бен Ладена было при Обаме. И что? Это, я думаю, что это все-таки отдельный эпизод. Что же, что касается уничтожения группировки Вагнера, у меня нет, я не знаю, как принималось это решение, но действительно, вагнеровцы обнаглели до предела. Просто они, на самом деле, находясь на чужой территории, без подкрепления, без тылов, они просто решили захватить, так сказать, территорию, которая была важна для Соединенных Штатов Америки, потому что это были стратегические объекты. И поэтому их просто размазали, как раздавили, как козявку, вот и все. И, в общем, был бы Трамп, был бы тот же самый Обама, не имеет никакого значения. Это было военное решение, которое было реализовано очень легко и быстро. То есть, их просто на молекулы рассеяли, да и все. Так что здесь вот эти примеры, мне кажется, не очень убедительны. Кстати, о Вагнере. Теперь, спустя более чем год после Пригожинского мятежа, что вы думаете о нем? Ну, вы имеете в виду Пригожине? Ну, а оценка есть Пригожина и мятежа самого. Я думаю, что... Ну, у меня, собственно говоря, я не вижу каких-то новых информации, новых событий, новой информации, новых сведений, которые заставляют пересматривать оценку этого события. Это, с одной стороны, очень убедительно показало то, что вот то, чем занимается на сегодняшний момент форум Свободной России, и то, о чем я говорил, начиная с первой минуты этой большой широкомасштабной войны, что только формирование российской добровольческой освободительной армии может существенно изменить ситуацию. Потому что Россия изнутри не защищена. Путинский рейх изнутри уязвим для уничтожения. То есть, его, ну, никто не собирается уничтожать в ходе обычного вооруженного столкновения, ну, по многим причинам. Но, по крайней мере, ни Украина, ни Запад не собираются оккупировать Россию. Но уничтожить Путинский рейх вот по такой модели, как это, так сказать, показал, Пригожин не ставил своей задачей смену власти. Пригожин просто пытался, ну, как обычный уголовник, он пытался, так сказать, выйти на, что называется, на стрелку. Он ехал именно, ну, разница между тем, как бандиты в 90-х ездили на стрелке, и тем, как Пригожин ехал, так сказать, ну, вернее, Уткин ехал, значит, в этом самом марше справедливости. Только то, что те ездили на джипах, а этот на танках. Вот. Но цель была просто восстановить, что называется, статус-кво. Восстановить ситуацию, при которой Пригожин по-прежнему оказывался в привилегированном положении в той системе координат, в которой, так сказать, он находился. Он не ставил своей задачей смену власти, это совершенно очевидно. Он пытался просто предъявить Путину, так сказать, потребовать от Путина возместить ему ущерб и восстановить его эксклюзивное право распоряжаться бюджетом Министерства обороны. Вот это была очевидная цель. Ну, а что касается выводов, ну, мы видели, что все разговоры о том, что изнутри путинский режим защищен, они являются утопией. Ни один, ни один не вышел остановить только там переговоры, только, так сказать, какие-то дипломатические усилия позволили предотвратить... Ну, и, собственно говоря, вряд ли собирался кто-либо из армии Пригожина доходить до Москвы. Нет, они просто пытались таким образом предъявить Путину. Но при желании, я думаю, что какая-то серьезная, если все-таки у западных политиков, у украинских политиков и, самое главное, у российской оппозиции хватит политической воли заняться всерьез, не так, как сейчас, а заняться всерьез формированием российской освободительной армии, то я думаю, что вот эта структура, если это будет не там несколько сотен бойцов, как сейчас, в добровольческих объединениях, а несколько десятков тысяч, а это возможно, то я думаю, что, так сказать, вот такой вот освободительный поход, он может просто изменить ситуацию. В конце концов, и я не думаю, что если это будет действительно серьезное военное формирование, которое будет наделено большим количеством техники, самолетов, вертолетов, бронетехники и так далее, я думаю, что они в состоянии будут дойти до Кремля и свергнуть фашистский режим. Никто не вышел защищать путинский режим. Никто. Уткин проходил мимо, так сказать, областей, в которых было сосредоточено огромное количество вооруженных сил. Никто не вышел, никто не остановил. И точно так же и население с восторгом воспринимали пригожинцев, вагнеровцев, встречали их с цветами. Там буквально единицы были людей, которые были негативно настроены. Так что и здесь. Силу уважают? Уважают силу. И поэтому я думаю, что вот это главный урок для меня, вот этого пригожинского недобунта, я бы сказал так. Кстати говоря, этому мятежу предшествовали несколько дней перепалки, даже, наверное, месяцев, между Пригожиным, Шойгу и другими действующими лицами. А сейчас мы видим новые перепалки во власти, но уже между другими действующими лицами. Например, Бастрыгин у нас переругивается с Володиным по поводу Госдуры, а получает еще и сам от Кадырова, так сказать, тычки за то, что лезет, дескать, не в свое дело с запретом Никабов и прочей своей антимусульманской риторикой. Как вы думаете, это может быть отображением какой-то внутренней борьбы реально в элитах? Я не думаю, что это какой-то, ну вот в частности, если говорить о каких-то там высказываниях Бастрыгина, но он известен вообще своим таким речевым недержанием, то есть это такая лагорея, которая вообще очень характерна для сегодняшней путинской верхушки и обитателей телевизора. Там люди как-то за словами, за языком не следят совсем. А Бастрыгин он известен тем, что он в принципе, у него слова, так сказать, и речь, она попадает на язык, минуя мозг прямо вот из позвоночника. То есть откуда-то, так сказать, откуда-то он извлекает и рвутся эти слова. Но мы помним, как он, значит, болтал ерунду, когда он, так сказать, главного редактора «Новой газеты» обещал вывести в лес и закопать. Вот. Ну, человек, он много же чего наболтал тогда. Он рассказывал про то, что, значит, это все было на странном мероприятии под названием «Международный питерский юридический форум», где тот же Бастрыгин заявлял о том, что мужчина всегда прав, значит, потому что патриархат лучше, чем матриархат, заявлял о том, что он сторонник домостроя, ну и так далее. Ну и вот нес вот эту вот околесицу. Поэтому я думаю, что это просто общее, я бы сказал, общее проявление вот такого вот речевого недержания. То есть словесным поносом страдает не только Бастрыгин, но и тот же самый Кадыров. Ну, послушайте, что он несет, да? Что несут все остальные. То есть, на самом деле, в какой-то степени это ситуация, когда, так сказать, слова перестали иметь значение. Вот. Поэтому я не... Да, безусловно, противоречия между ними есть, они вполне очевидны. Они связаны в значительной степени с тем, что есть глубинные противоречия, есть сокращение того пирога, который, коррупционного пирога, который делится. Но здесь вот, в случае вот этих вот словесных перепалок, я думаю, что все-таки речь идет именно вот о таком речевом недержании. Ну, нету никаких, никаких абсолютно... Какие могут быть противоречия между Бастрыкиным и Володиным? Да, никаких. Да, противоречия между Бастрыкиным и тем самым Кадыровым, да, они, безусловно, есть. Они у Кадырова со всеми силовиками, со всеми, так сказать, федеральными властями. Это очевидно. Но, вот, в целом, это просто вот такой... Понимаете, далеко не всякий конфликт, он является глубинно обоснованным. Понимаете, ну, вот есть такие эпизоды, когда, ну, вот, например, взял Соловьев, выгнал декана Третьякова из студии. Ну, и что там, между ними что, глубинные противоречия? Да нет, это просто, опять-таки, вздорность характеров и, ну, такой вот природный сволочизм и того и другого. Так что здесь искать какие-то глубинные корни я бы не стал. То есть до раскола элит еще далеко или все же нет? Ну, как вам сказать, раскола элит не будет по некоторым свойствам той субстанции, которая представляет собой то, что называется российскими элитами. Дерьмо не раскалывается. Вот. Значит, для того, чтобы раскол элит, как вы выражаетесь, произошел, ну, вернее, вот эта верхушка, должно произойти изменение самой обстановки. То есть должна возникнуть существенное ослабление в целом силовой, так сказать, составляющей, силовой скрепы в России. Это возможно только после тяжелого военного поражения, после которого, как я абсолютно убежден, начнется, вернее, вероятно, может произойти начало распада Российской империи. Но вот на сегодняшний момент раскол элит, нет, или раскол верхушки, там есть противоречия серьезные, очень серьезные противоречия. Но есть классические противоречия между ФСБ и армией, но армия политически кастрирована. Это традиция, которая в Российской империи ведется, начиная с восстания декабристов, когда впервые началась политическая кастрация армии. И дальше она не прекращалась на протяжении советской власти, постсоветской России. Вот это противоречие есть, безусловно. Есть противоречие между МВД и ФСБ. Это противоречие, которое существовало всегда на протяжении всего периода Российской империи и Советского Союза. Но сейчас, после прихода к Путину, к власти, в общем-то, четко было сказано, кто в этой связке главный. Главное ФСБ. То есть, это противоречие, оно продолжает существовать, но оно в значительной степени снято политически. Есть серьезные противоречия между регионами и Федеральным Центром. Но оно тоже снято, оно задавлено, потому что в России, так сказать, понятно, кто главный. Федеральный Центр. Есть фундаментальное противоречие между экономическим блоком правительства и теми ультрафашистами, которые сегодня доминируют в телевизоре. То есть, мы это видим постоянно. Постоянные истерические вопли телевизионных обитателей по поводу того, что нужно менять экономический курс. Вот эти противоречия есть, но они не ведут к расколу, прежде всего потому, что любой реальный раскольник, он прекрасно понимает, что он столкнется просто с карательным мечом российского фашизма. Поэтому раскол произойдет тогда, когда ослабнут эти силовые искры. Это только тяжелое военное поражение. Вот оно будет катализатором раскола, в результате которого может при определенных обстоятельствах и распасться Российская империя. А увольнение Шойгу и посадки его подчиненных, и самое главное, устранение старшего патрушева с политического горизонта, фактическое увольнение его, это не признаки раскола? Да нет, я не вижу здесь никакого. Понимаете, опять-таки, что такое увольнение патрушева? Да, патрушева задвинули. На самом деле, патрушев это был единственный член Совета Безопасности. Если вы помните, наверняка вы следили, неоднократно пересматривали это историческое заседание Совета Безопасности. Патрушев был единственным членом Совета Безопасности, который открыто возразил Путину. Он заявил о том, что не надо сейчас, давайте мы сначала все-таки не будем принимать решение о признании этих бандформирований ДНР и ЛНР, а сначала проведем переговоры с Соединенными Штатами Америки. Путин тогда ничего не сказал, в отличие от Нарышкина, которого он просто публично извозил морды по асфальту Патрушеву, он ничего не сказал, потому что в этой тусовке около Путинской Патрушев имеет некий ранг такого патриарха, которого не принято возить морды по столу. Но Путин это запомнил. Путин прекрасно понимает, что Патрушев это человек, который единственный среди всего его окружения, который может ему возражать. И он это запомнил, и поэтому он прекрасно понимает, что за 16 лет Патрушев стоял во главе Совета Безопасности, за это время он подгрёг под себя значительное количество политических ресурсов. И стал восприниматься как неравновеликий Путин, но по крайней мере как второй человек. А Путину не нужен второй человек. Путину вообще не нужен ни второй, ни третий, ни десятый человек. Путину нужно создать такую конструкцию, при которой есть номер один и всё. И дальше, так сказать, равнина. Поэтому он не убрал никуда Патрушева, он его просто задвинул. На сегодняшний момент статус Патрушева это помощник президента с правом публичных высказываний. Вот он публично высказывается. То есть Патрушев был смещён с фактической роли второго человека в политической иерархии. Путин прекрасно понимал, что такое вот это историческое заседание Совета Безопасности, на котором Патрушев единственный возразил Путину. Поэтому он, собственно говоря, и в какой-то степени зачистил политическую поляну. Что касается Шойгу, то, ну, вы знаете, у меня сначала было ощущение, я должен с вам сказать, что, признаться, что сначала у меня была иллюзия. Иллюзия, что Путин действительно пытается повысить функциональность системы, назначая Белоусову. Потому что понятно, что Шойгу это человек профнепригодный абсолютно во всём, чем он занимается. Я не знаю, может, у него есть какая-то отдельная специальность, в которой он профи. Но Шойгу это абсолютный дилетант. Человек, который ничего не знает, ничего не смыслит в деле, которым он занимался. Имеется в виду Министерство обороны. Но, значит, нахождение Шойгу на Министерстве обороны, это был элемент политической кастрации армии. То есть, гарантия того, что армия будет политически не субъектна. Она никогда не выступит, как некая политическая сила. Но у меня была иллюзия, что замена Шойгу на Белоусова, это попытка перестроить, это попытка такой административной фашистской перестройки. Придание функциональности всей этой системе. Я признаю, что я ошибся. Потому что, на самом деле, ничего похожего не происходит. И это имитация. Это имитация вот такой перестройки. То есть, это в значительной степени пиар-акция. Ничего из того, на что рассчитывали, на что надеялись, о чем пытались строить прогнозы, ничего этого не происходило. Поэтому, я думаю, что это своего рода такая пиар-акция. То есть, есть неуспехи серьезные в войне. За три дня Киев не получилось. И ничего другого тоже толком не получилось у Путина. И поэтому нужно было имитировать, что есть за это ответственность. И вот ответственность назначен был Шойгу. Все. То есть, это пиар-акция. Ничего за этим другого не стоит. И, конечно, никакого раскола здесь нет. То, что дальше происходит, это, опять-таки, разные вещи. То есть, например, задержание генерала Попова, командующего 58-й армией, это, безусловно, элемент продолжения политической зачистки. То, что я уже сказал, это политическая кастрация армии. Потому что это был человек, который действительно пользовался авторитетом в войсках и при определенных обстоятельствах мог, в общем-то, выступить. Если бы, скажем, генерал Попов попытался повторить, так сказать, действия Пригожина, то я не исключаю, что ему удалось бы просто-напросто взять Кремль с 58-й армии. И вряд ли кто-нибудь вообще стал бы против этого возражать. Все бы на ура это все восприняли. Так что, а мы прекрасно знаем одну из главнейших особенностей российского общественного сознания. Таковой особенностью является инверсия. То есть, в любой момент любовь превращается в ненависть. Сегодня любят, завтра ненавидят. Сегодня Горбачев кумир, завтра предатель. Сегодня Ельцин герой, завтра тоже предатель. Значит, то же самое произойдет с Путиным. Обязательно произойдет. И это может быть в любой момент. Так что, вот эти кадровые изменения, они имеют разную природу. Ну, наверное, в какой-то степени все-таки Путин ставил свои задачи хотя бы чуть-чуть уменьшить уровень воровства в армии. Потому что он действительно здорово мешает, наверное. Но есть и другие элементы вот этой чистки. В случае с генералом Попов, это попытка устранить любого командира, который обладает политической субъектностью. А Попов такой субъектностью обладал так же, как ее обладал Лебедь, Рохлин и другие генералы, которых уничтожали. А, кстати, инверсия, которую вы назвали, она в обратную сторону не работает от ненависти к любви? Задали вы мне задачку. Не знаю. Надо думать. Не знаю. Ну, не знаю. Я с возрастом туго стал соображать, поэтому быстро не могу на такие вещи реагировать, которые я не додумывал. Но вот от любви к ненависти примеров огромное количество. Так, чтобы от ненависти к любви, примеров я не могу привести. Я тоже не могу вспомнить. По-моему, таких нет. Там, понимаете, как это работает? Это работает таким образом, что, в принципе, известная формула, что пусть ругают, пусть ненавидят. Главное, чтобы не забыли. Но таких примеров нет. Вот на это очень рассчитывает Арестович. Вот на стать первым в истории постсоветской России примером, когда от ненависти к любви идет переход, на это очень рассчитывает Арестович. Я думаю, что у него ничего не получится. Он тоже рассчитывает на то, что вот его сейчас очень не любят в Украине. В общем, там воспринимают, понятно как. Но что главное, что у него есть высокий рейтинг узнавания, рейтинг известности. И вот на основе этого... А слушайте, нет. Минуточку. Минуточку. Насчет... Нет. Есть пример. Есть пример. Но только не от ненависти к любви, а от ненависти к... Ну, все-таки к избираемости. Борис Николаевич Ельцин. 96-й год. Значит, началось это... Ну, там не в чистом виде. Это все-таки была... Это была искусственная конструкция. Это была конструкция, которая была искусственно создана. Когда с фактически нулевого рейтинга он до 54% в первом... Это самое... Во втором туре поднялся. Так что, примеры, пожалуй, есть. Но это, так сказать, все, что называется не естественный процесс. Это процесс искусственно созданный. Вот. Так что и такое тоже бывает. Вот. Ну, в некотором смысле, Горбачеву изменилось спустя многие годы отношение. От такой яркой ненависти. Причем с разных сторон по разным поводам. До какого-то такого терпимого отношения, наверное, я помню. Не уверен. Не уверен. Ну, я не знаю. Здесь надо все-таки смотреть, мне кажется, качественные исследования. Я не уверен. Ну, я не знаю, в какой среде. Для пропутинцев, для вот Z-аудитории, аудитории вечернего модозвона, здесь все как было, так и есть. Горбачев предатель, ненависть полная. Если говорить о... Я о либеральной больше аудитории говорю. О либералах. А вы знаете, на самом деле, у либеральной публики к Горбачеву было разное отношение. Вы знаете, я среди либералов все-таки выделяю таких вот оголтелых и эльцинистов. Вот оголтелые и эльцинисты, они не совсем либералы. И, ну, вот именно люди, которые категорически выцарапывали мне глаза, когда я говорил о том, что надо все-таки переходить к Борису Николаевичу Ельцину в некоторую конструктивную оппозицию, которые превратили в демократическую Россию во хвосте, значит, ельцинского курса. Но вот они не совсем либералы. Вот. И да, они Горбачева терпеть не могли. Но они и сейчас, я думаю, что, в общем-то, не очень жалуют. Вот вы знаете, я думаю, что ваш тезис о том, что Горбачева отношение изменилось, он, ну, для меня не очевиден. Он, мне, мне нужны какие-то доказательства этого тезиса. Я не уверен в нем. Ну, скажем так, я когда говорил об этом, я вспомнил, что еще несколько лет назад в годовщину его дня рождения или каких-то событий, связанных с ним, мало было отзывов таких позитивных о нем, о либеральной среде. Потом я стал замечать, что стало больше. Вы знаете, здесь уже даже от литовцев, у которых есть свой серьезный счет Горбачева, я уже слышал такие более, более, такие нейтральные оценки. Вы знаете, здесь это, видимо, все-таки зависит от, у каждого своя социальная кожа, свое окружение, и, может быть, вот в вашем окружении это так звучало. С моей точки зрения, отношение к Горбачеву от многих ну, скажем так, просто есть личная дружба, которая связывает там Дмитрия Муратова с Горбачевым. Это просто конкретно. А «Новая газета» это все-таки довольно серьезный ресурс был всегда. Поэтому, может быть, здесь тоже есть какой-то вот такой вот точка поддержки Горбачева очень серьезная. Но в целом, как мне кажется, я не уверен. Если говорить все-таки не о каких-то политических активистах, а говорить о массовом сознании, то все-таки отношение к Горбачеву как было негативное, так и осталось. И мне кажется, это один из таких фактов чудовищной исторической несправедливости и неблагодарности людей, которые просто не понимают, что на самом деле при всем том, что Михаил Сергеевич Горбачев это, безусловно, человек, мягко говоря, неоднозначный и с огромным количеством «но», но тем не менее, по, что называется, в сухом остатке, это человек, который всех нас освободил. И я абсолютно убежден, это просто вот моя уверенность, что если бы не то, что произошло в начале 1985 года, если бы не это кадровое решение, которое приняло Политбюро ЦК КПСС, то при другом решении, при том, что, например, во главе Советского Союза встал бы какой-нибудь Гришин или Романов, например, а это были политические тяжеловесы, чей вес значительно превышал Горбачевский, то я не исключаю, что, может быть, и сегодня еще Советский Союз существовал бы как некое геополитическое целое. И я не исключаю, что сегодня и все республики Советского Союза бывшего, они были бы живы и все это было бы покрыто коркой ЦК КПС, обкомов, райкомов и горкомов. Я тоже об этом задумывался, честно сказать. Я считаю, что это абсолютно ложное, я внимательно несколько раз с карандашом прочитал книжки Гайдара по этому поводу, гибель империи, и считаю, что это абсолютно ложный посыл. Ничего закономерного в этом не было, то есть, на самом деле, экономические причины, о которых говорит Гайдар, они не срабатывали, потому что, на самом деле, ну, голод и голод, ну, нехватка, ну, голода уровня 32-го, 33-го года, конечно, не было бы в России и в Советском Союзе, но нет, ничего, я уверен абсолютно, что даже страны Балтии, даже страны Балтии, в которых наиболее сильно было национально-освободительное движение, оно все время существовало, все годы советской власти, даже им бы не удалось не удалось скинуть бы Советский Союз. Нет, это, притом, ну, просто понимая изнутри, как это все было устроено, я думаю, что там дальше уже, понимаете, вдаваться вот в эти дебри альтернативной истории, конечно, бесполезно, потому что понятно, что там тот же самый Гришин или даже Романов, они, скорее всего, не дожили бы до сегодняшнего дня, но тем не менее, тренд вот на сохранение, на консервацию, он был бы задан, и я думаю, что ничего, вообще история пошла бы по другому пути, поэтому Горбачев, который просто либо своим действием, либо своим бездействием фактически освободил не только народы Советского Союза, но и народы Восточной и Центральной Европы, потому что, ну, слушайте, кто заставлял Горбачева соглашаться на разрушение Берлинской стены, кто заставлял Горбачева вывести войска из Восточной Европы, никто, никто не заставлял, никакого, никакого, кто заставлял Горбачева, значит, ликвидировать Варшавские договоры и СЭП, никто не заставлял, никаких движений в эту сторону не было, более того, я просто помню хорошо, даже в Горбачевское время, когда был уже вот этот съезд, когда фактически была разрушена монополия, уже разрушалась монополия КПСС на власть, это были знаменитые альтернативные первые такие вот робкие альтернативные выборы, я хорошо помню обстановку в межрегиональной депутатской группе, они были убеждены в том, что они долгие годы будут в оппозиции, все вот эти вот, и Юрий Николаевич Афанасьев, и Гаврил Харитонович Попов, все они, я помню хорошо Бориса Ельцина, стоявшего одиноко на съезде архитекторов, Союза архитекторов, где он был избран народным депутатом, значит, это, ну, просто, это, ну, он там, я понимаю, что это был проходящий момент, но тем не менее, я помню эту обстановку, и в основном это, он был один, он был изолирован, никто к нему не подходил, так что это, я бы сказал так, знаете, это был шанс, исторический шанс, который Михаил Сергеевич дал нашему народу, и не только нашему, ну, а уж кто как этим шансом воспользовался, это, что называется, надо смотреть в зеркало. Согласен с вами, я вот не дал на прыжок точно таким же выводом. А напоследок, как вы думаете, увидим ли мы еще эту инверсию в отношении к войне? Скажутся ли бомбардировки Белгородской области, учащающиеся бомбардировки Крыма, в которых, кстати, продолжают зачем-то ездить, россияне, хоть и в меньших количествах, чем раньше, как утверждают социологи нынешние, произойдет ли какое-то переключение именно массового сознания с, хоть и вявой, но поддержки на сильное неодобрение, так скажем? Я думаю, бомбардировки Крыма и Белгородской области и другие, так сказать, то, что война приходит на территорию России, это очевидно, но это не будет фактором, который приведет к инверсии. Инверсия произойдет после потери Крыма. Вот дооккупация Крыма, она может стать вот таким катализатором, таким тумблером, который переключит вот этот вот, запустит процесс инверсии. И, как всегда, это происходит мгновенно. То есть, это происходит мгновенно, то есть, вот эта вот вся толща российского общественного сознания, она мгновенно меняет полюса. И вот я не исключаю, что то, как устроено сегодня российское общественное сознание, когда Крым является абсолютной сакральной ценностью, то есть, Путину удалось все-таки накачать общественное сознание вот этой вот крымской сакральностью. И Крым наш, ну, мы с вами помним, как это было. Я не помню, вы там в тюрьме сидели в это время, когда был Крым, да? Да. Ну вот, поэтому просто, может быть, на улицах не видели того ажиотажа, который был. Но тогда это было действительно не показное, тогда это было единодушие. Крым наш, это был действительно такой момент всеобщего помешательства. И там действительно сакральностью накачан этот Крым в общественном сознании российском до предела. И поэтому я думаю, что деоккупация Крыма может стать как раз таким поворотным пунктом. И вот тогда возникнет понимание того, что царь ненастоящий, войску пора бунтоваться и так далее. И, что называется, процесс может быть запущен. Естественно, он будет запущен прежде всего в головах силовиков. Вот. Ну а дальше уже общественное настроение изменится очень сильно. Я думаю, что это может стать. То есть, вот просто сухой остаток по этой теме. Понимаете, то, что вы говорите, это человеческие жертвы. Жизнь человека является нулевой ценностью в России. Мы это прекрасно знаем. И вся история России, все то, что представляет вот эту толщу массового сознания россиян, жизнь не важна. Территория важна. Важна территория. Вот эта вот священность огромной российской территории, которая, так сказать, и составляет основу величия. Почему величие? Потому что смотрите, какие мы большие. Вот это вот и потеря такого значимого куска территории, она может запустить этот процесс. А то, что гибнут, то, что убивают, то, что бомбят, да, бабы новых на рожа. А не наоборот ли, не приведет ли потеря Крыма к резкому росту того, что называется словом рессентимент, реваншизма? В дальнейшем может быть. Но сначала это будет, сначала это будет, безусловно, понимаете, потеря Крыма это поражение. За поражение кто-то должен отвечать. И то, что Крым был наш, ну, уж до такой-то степени здесь все же понятно. Крым же был наш. И зачем-то вот этот человек устроил такое, что Крым теперь не наш. И не только Крым не наш. Ну, и дальше уже начнется, так сказать, все до кучи. И бомбардировки Белгорода, и гибель людей, и полмиллиона российских солдат, которые лежат в украинском черноземе, и так далее. То есть, и потеря Черноморского флота. Ну, здесь большой-большой, очень большой список. Но он прицепится. Прицепится к Крыму. Крым это паровоз, который, мне кажется, вот может потянуть за собой вот всю эту череду обвинений. Дальше уже. Проигравших в России не любят. Очень не любят. А людей, которые, властители, которые потеряли, потерпели поражение, не любят очень сильно. И поражение в войне, это всегда конец режима. Власть, которая потерпела поражение в Крымской войне, сменилась в позапрошлом веке. Фактическое поражение, хотя формально победа, но поражение в Первой мировой войне привело к революции. То, что, так сказать, ну, Афган, конечно, не стал причиной непосредственной распада Советского Союза, но косвенно, да. Потому что все понимали, что в Афгане, в общем-то, мы потерпели поражение. Правда, это не было так явно. Не было тогда публичности, но тоже. Проигравших не любят в России. Понятно. Ну что же, посмотрим, что будет. Спасибо большое, Игорь Александрович. Напоминаю нашим зрителям, что у нас был в эфире журналист, публицист, социолог Игорь Яковенко в традиционную для нас рубрике по понедельникам. Ну, а эфир провел Даниил Константинов на канале форума «Свободная Россия». Нажмите, пожалуйста, кнопочку «Лайк» перед тем, как отключиться. Это помогает продвинуть эфир в Ютьюбе.